Ребят, всем привет! С вами Гарл, продолжаю я играть в Heart of Iron по вашим многочисленным просьбам. Да, извините, что немного так задержались, но сами видели, релиз Destiny дел куча, много всего надо было делать. Но сейчас продолжим, надеюсь, что у нас всё получится. Напоминаю тем, кто не смотрел или забыл, что было в последней серии. Пытались мы высаживаться в Майами большими силами. Мы пытались это сделать, но были разбиты, к сожалению, и практически уничтожен наш флот. Нет, ну, с флотом у нас относительно всё неплохо, но пехотные дивизии, ой, дивизии морской пехоты, они, видите, все разбиты. Их сейчас надо будет подождать, пока они восстановятся. В целом, выставка прошла неудачно. Здесь у штатов, я не знаю, по-моему, около 30 различных дивизий, причем и постоянно подводили пополнение. Так, стоп, у меня тут куча, оказывается, всего уже изучилась, сейчас я поотменяю. Броня лёгкого танка, двигатель лёгкого танка, надёжность лёгкого танка, что там ещё? А, подготовка пехоты, двигатель тяжёлого танка, господи. Двигатель тяжёлого, в принципе, броня в таком случае тоже тяжёлого. На дворе у нас аж 51-й год уже, 51-й год, офигеть, доигрался. Да, производство припасов также надо отменить. Что там у нас ещё есть? Подготовка сил спецназа и пехоты. Тоже надменяем это всё. В принципе, можно вот что прокачать. Механизированное наступление, блицкриги, манёвренную войну, система оперативного уровня, управления, не уровня, да, система управления оперативного уровня, вот так. Ну и, в принципе, авиацию можно подкачать. Я её практически не подкачивал, её умения. Как раз сейчас будет нормально. Она долго их зарядит. Так, окай. Господи, снабжение не получает. Да, силы нашего вторжения, в принципе, в Штаты полностью готовы. Вот они тут сидят, в моей пехотной дивизии в перемешку с механизированными. Механизированные, правда, вот они находятся. Ну, там моторизованные, механизированные бригады. Я не знаю, честно, что пока мне делать. Здесь у нас два флота. Почему? А, ну да, я помню почему. Азава. Командует. Так, в целом, оба флота разбиты. Их оба надо сейчас просто уводить отсюда. И уводить их надо на восстановление. Сейчас надо только подумать. Мидуэй. Порт слабенький. Гуам получается. На Гуаме там, вон, посмотрите, уже пехотных дивизий, как бы второй волны. Так что должно идти второй волной у меня. У них там и так сидит овер до хера. Что здесь с портом? Плохо все здесь с портом. Я просто думаю, куда сейчас отвезти части, чтобы они немножко отжили. Наверное, вот сюда их сейчас перетащим. И, соответственно, отведем на Гуаму. На Гуам. И будем уже второй волной, ну, придется мне, наверное, просто придется атаковать Мексику. И через Мексику пытаться зайти к Янке. Длинных вариантов я пока просто не вижу. То есть создавать здесь вот какую-то, прям, ну, в Мексику разодолбать к чертям собачьим. У них, правда, с этой стороны порта нету, но... Что у нас тут? Ну, вот отлично. С Великобритании зайти. У Гватемала. Да, в войне состояние. У Гватемалу. С Гватемалы зайти, взять несколько портов здесь и двигаться вверх. В принципе, цель, конечно, захватить вот эти порты по-прежнему. Сан-Диего и Лос-Анджелес. Это было бы оптимальным. Либо второй вариант. Это устраивать высказание в Майами, а в корпус Кристи. Но без портового города, как я и говорил, у меня силёнок не хватит со штатами разобраться. Ну, никак вообще. Что у нас там улучшилось? Надёжность тяжёлого танка. Господи. Я вообще тяжёлые танки не строю, но, однако, изучаю упорный их. Возможно, построю. Что у нас там, кстати, строится? А, ну, у нас сейчас средние танки строятся. Плюс механизированные бригады. Как раз на время выстки. Да, флот наш добрался. Сейчас он немного отживеет. Авианосные группы уже в порядке. Сами корабли ещё покоцаны, как и транспорт. Здесь практически ни чертать не осталось. Три авианосца, два линкора, один линейный крейсер, один эскортный. А они, вот, лёгкий крейсеров ещё целый сон. А здесь вот всё грустно. Один авианосец остался, Рюджи. Ну, здесь, в принципе, у нас, вон, ребят, у вас тут шансов нет. Я даже вот этим тебя разобью сейчас. Там, конечно, частей много, но этого флота будет более чем достаточно. Три авианосца. Нельзя выстки устраивать, если ты море не контролируешь. на дно. Просто на дно. Надо уже сменить тебе, блин. Азава, это вообще не командир. Максимум 6 кораблей может командовать. Тут 28 их. Где? Нага. Нага вполне с этим справится. Сейчас, ребятки, восстановится. Там уже 150 просто организация, поэтому... посмотрите тут. И вот это все я собираюсь высаживать. Так, а здесь, соответственно, я формирую уже новую часть, тоже элитную, с механизированной пехотой и тяжелыми танками. 9-го Ашуровня. Там вообще 9-9. Не убьешь. Где-то у этой даже 8-9. Но это легкие танки. У меня здесь, по-моему, вот 9-9 средние. Да. Вот они пойдут в числе первых. Так, вроде все перезарядились. Можно их усаживать. Что у нас, кстати, в Австралии творится? Ну, небольшие очаги сопротивления. Один из портов занят. Ну, его сейчас доедят. Тут все, в принципе, в порядке. Австралия доедается. Немцев тоже все шикарно. Высадку, правда, они не планируют делать. Интересно, что здесь делают. А, это шведский. Да, не планируют. Они пока высаживаются в Англию, что несколько странно. Давайте там операцию морской лев. Все в таком духе. Что это вы расслабляетесь? Так, откуда, откуда, откуда нам высадку делать? Угу, угу, угу. А, у нас же, емое, я забыл, у нас здесь союзный порт. Перебазируемся, и сейчас с этого союзного порта мы устроим атаку. Сразу заблокируем их там. Ватемал тоже ничего не спасет. Ты ловить даже нечего. Конечно, горы, блин, порты, горы. Это просто огонь. Что тут хоть за порты-то? Да, порты здесь просто забей. Никаких сил не хватит. В смысле, со снабжением будет жопа. Пока мы не займем какие-то более адекватные порты. А, во, Акапулька. Акапулька. То есть, мы сейчас сделаем удар по Гватемале и по Акапулька сразу. у нас будет два порта для снабжения. Но это уже не так печально. В принципе. Где там пехотных дивизий? Кто-то там собрался тоже вот так. Так, отлично, отлично, отлично. Грузим их обратно. и высадку делаем. Соответственно, надо сюда перегнать, чтобы прикрыть ее. А, топляк кончился. Ну, ничего, дойдут. Еще это 63% только. Что там? А, ну, гористая местность. И, конечно, тут частей 21 часть в резерве. Ни хрена себе. Да какого черта? Гватемала же какая-то несчастная. Ну, там, правда, части такие. Попытались опять наши выставки препятствовать. Ничего у них не вышло. Это вообще не они их обороняют. Это мексиканские части. ВДВ причем, я смотрю, там. Вот он, значок. Вопрос только в том, хватит ли нам припасов, чтобы их дожать, или тоже не хватит. Неужели они везде в портах будут держать вот такие армии? 47 пехотных бригад. Одна артиллерийская, одна горно-стрелковая. Блин, господи, ну отстаньте уже. Дайте посмотреть. Одна инженерная. И мы что-то проиграли, да, проиграли, опять ресурсы кончились. Ну, что, что буду сделать? Неужели попробовать Акапулько тогда? Сейчас. опять загрузимся. Кроме вот этого штаба. Попробуем атаковать Акапулько. Может, там не так все жестко. Что-то мексиканцы прикрывают, оказывается, по адову просто, гватемалу, поэтому Перу и не идет. на, блин, забыл. У нас же время есть КД на атаку. Теперь не должно быть этого КД. Акапулько. вот эту надо убрать, вот эту часть, она атаковать не сможет. Штабные корпуса просто покоцаны, атаковать они не могут. Здесь вроде их не так много. Они еще и двигаются. 9 бригад, один штаб, 83%, 84%. Если не успеют, они здесь нарастить. Нет, наращивают потихонечку силы. Да они прямо сразу сюда перебрасывают просто войска. Мексиканцы чертовы. Как же по-ваму ударить? Везде, вот буквально везде у них есть. В каждом порту. Конечно, это пехотные бригады, но вообще не идут ни в какое сравнение с моими дивизиями морской пехоты, но учитывая гористую местность, им удается вполне себе сдерживать мои войска. Ну, посмотрим, может, удастся додавить. У тебя там частей уже, посмотрите, было 12, сколько сейчас? 36! Ну, ты разбил несколько. Они отступают, но с равным ничего хорошего. блин, откуда они штаты помогали, откуда они столько вообще их набрали, просто интересно. Так, стоп, у нас новые части готовы. Вот тут высадка становится проблемой, реально. вот то же самое, что было у союзника в Европе. Все порты заняты, что делать непонятно. Но они-то, блин, могли в реальности построить аж свой порт, заняв пустые пляжи. ну, так, почти пустые. А вот нам это точно не удастся. Не, в теории я тоже могу это сделать, но меня разобьют чертям собачьим. 88% за Акапульту битва. Отступают все-таки они отступают. Не идут они ни в какое сравнение с моими войсками. Посмотрите, они постоянно разбитые. Конечно, много факторов и отсутствие снабжения, и местность, и погода, и бомбардировка с моря, и опыт. У меня у моих бойцов колоссальный опыт в сравнении с их ними. Но они постоянно подтягивают новые части. То есть я несмотря на то, что их разбиваю, они постоянно тянут новые. Но мне вот резервы брать не откуда. Да, проиграли на битве за Акапулько. Просто 30 дивизий. Охренеть. А что здесь интересно они держат в этом порту. Теперь ждать пока восстановится. британцы. британцы перемешку с гватемальцами и мексиканцами. Неизвестное число их там. Что здесь у нас находится? неужели реально все порты заблокируем? О, да, тут аж средние танки стоят. Короче, в штаты высаживаться ну вообще никак не получается. Вот еще последний вариант вот этот вот порт. Здесь тоже все грустно. Да, придется нам действовать как союзники в Европе. То есть искать реально тупо место с которого мы можем атаковать. Недокуда мы достанем если так ради интереса. Сюда мы достанем. Нет, не достанем. Сюда мы не достанем. И сюда мы не достанем. Вот сюда достанем. Сюда достанем. Вот куда-нибудь прям сюда и ударить. Что у нас холмы? Холмы это нормально. Ну прямо здесь холмы ударить, построить порт, попытаться. Ну это очень авантюризм такой на грани фола. То есть пытаться занять какие-то холмы, выстроить там корт, британцев по дороге потопили никчемных. их уже линкоров нету, там ловить в принципе не фига. Ну то ударить занять области и выстроить порты. И возможно, возможно, тогда у нас что-то получится. разобьем разобьем пробуем. Конечно, высока вероятность того, что нас тут просто окружат и разобьют до того, как этот порт будет здесь построен. С высокой долей вероятности я его не смогу удержать. Да, порт мы заняли. 32-й штабной корпус, передаем их под управление имперского генштаба. И сразу же строим здесь порт. Так, чувак, срочно сюда и надо подвозить пехотные части. у них потому что снабжение кончится очень быстро у морпехов. Порт будет готов 1 октября 52-го года. Ну а сейчас весна, 8 марта, то есть какое-то время нам надо будет удерживать территорию, грузим бойцов. Видите какие просто переброски своеобразные. Да, снабжения нет, как бы все. ничего тут толком и не сделаешь. Какое-то снабжение они еще получают, но без порта это все быстро закончится. Надо как можно большую область занимать. Пытаться здесь организовать тоже что-то. USS Ranger потопили по дороге. Какого черта высоты не прошла. Нуждается припасов, блин. Ладно, подождем. У нас здесь ребят еще и атаки проводят. Больше портов. Но везде порты нужны. Только там будет порт, мы сможем туда спокойно делать транспортировку войск с нашего материка. Но это октябрь. Это только октябрь. Так а у нас кое-как морпехи воюют. что там? господи сколько всего изучилось. Переработка угля, дефицитное сырье, нефть, шифратор и дешифратор. Окей, окей. В принципе вот это можем еще изучать. Тоже нормально пойдет. Вперед работать. победы но уже такие не очень. Сейчас они силы стянут и здесь вообще все станет грустно. Так я не понял вам вообще войска высадил или не высадил? Ага высадил ё-моё высадил. 17-й штабной корпус тоже имперский. Вот сейчас повеселее пойдет дело. Мы сможем удержать эту территорию до осени. и выстроить здесь порты то будет все неплохо. Так средние танчики американские да тут видите завертелось завертелось все. Атакован атакован пытаются они нас выдавить отсюда отсюда при этом мои рвутся на Акапулько я смотрю так силы ага да штаты подошли я сейчас разобью чертям собачьим две танковых дивизии и одна пехотная она как обычно без припасов но честно высаживать сюда мне смысла кажется больше не имеет никакого войска 12 апреля блин да мы лето тут не продержимся надо что-то не думать надо что-то придумывать предположим предположим такой момент что чтобы это все остановить они отвели войска из Акапулько есть же такой шанс в теории есть поэтому попробуем высадить сейчас немножко войск еще в Акапулько пожертвуем мы конечно своими ребятами но что делать теряем провинции в Мексике сплошные поражения до страстно смотреть что там происходит ну да потихонечку колечко стягивается мы сейчас еще и вот эту территорию потеряем где собственно порт строим хотя мы тут по всему побережью его строим толка от этого немного авиация работает по полной программе посмотрите жесть янки закрывают моментально столько храбных японцев погибнет давай мужики быстрее грузись о это танковые части моторизованной бригады норм если ему удастся высадиться будет чудо да не уничтожили все высадка не удалась да блин порт взять нереально просто нереально в том условии что учитывая сколько они там войск держат что-то вообще волшебное там и мексиканцы и американцы и попробуй как-нибудь высадись и сразу столько войск стягивают ну очень рискованно попробовать сейчас да там нереал все несмотря что одна пехотная бригада мои танковые части они настолько никак они не предназначены для атаки подобных это это нереально окружение находится сейчас будет уничтожен уничтожен да разбитые уменьшают стремительно акапульта и акапулька нереально нереально что-то это это атаковать атаковать одновременно и с моря акапулька и с земли в теории это может сработать но к сожалению только в теории да не ребят нечего ловить сейчас штабной корпус облажается и все то есть высадку сделать одновременно здесь здесь и атаковать акапулька с моря то есть без порта никак то есть вообще не получается еще пытаются нас в лодку упокоить больше вариантов нет в окружении бедные ребята там и то как мы тут будем на земле воевать я вообще не представляю себе так очень очень примерно боеголовка стратегических ракет двигатель стратегических ракет это у нас здесь секрет но мы уже можем что поизучать так ракета земля воздух 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 такая такая жопа я в принципе все варианты уже перепробовал и остается только такой который мне не очень нравится самолет снаряд брмд брмд где мы в теории можем ракеты разместить они не дотянутся с гламо никак не дотянутся а он и и и и и и и и и зато ничего не выйдет что же делать что же делать что же делать как же быть да морская пехота не только морпехи нас по сути помогут пока надо переправить несколько частей туда на материк и транспортировки они могут здесь вообще вести наступательные операции вряд ли смогут так ради интереса давайте попробуем атаковать на 24 процента 46 пехотных бригад нету даже без пункта нечего тут атаковать пытаться опять-таки это местность гребаные горы везде эти горы чертовы мексиканцы мексика вытымала опа у нас на голом атака че это они осмелели на дно но совсем с ума сошли что они думали что флота аж лишился гуам решили отковать а че у нас здесь стоит да тоже уверды хера что святую грустно как но понятно здесь все мы потеряли и разбита у нас часть уничтожена полностью сан-хуанита последние наши войска одержали там обороны чертовы мексикашки ну блин сейчас исследуется у меня ракеты земля земля я попробую несколько построить вау 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 Ну, как раз получается Три армейских корпуса Там будут С танками, с пехотой Рядом И будем устраивать выставку морской Пехоты рядышком В теории может сработать Но исключительно в теории Либо придется вообще пойти на такой Странный шаг И устраивать Я не знаю Выставку одновременно В нескольких местах Ну, какой Был транспорт Опять транспорт Техноваянность Не заказывала Пустой Гнолулу Опять что ли Чертвой янки Еще высаживают Пытаются обратно Отбить себе Да Всем офигели Гавайи для них Потеряны Так Сюда Высаживаемся Здесь Атакуем земли Конечно Блин Атаковать Надо здесь Не танковыми частями А пехотными Причем Двумя так Знаете Корпусами Толку Танки В горах В горах Высаживать Тоже Бред Здесь Одни горы Сраные горы Что там делать На танках World of Tanks Так Подготовка Чего там Подготовка Командиров Морские доктрины Система управления Огнем Полезная вещь Ничего не скажешь Ну а кстати У нас Пехотное оружие Можно дальше Прапать Наши пехотные Дивизии Опять нагибали Там правда Производство Встанет Когда это Все изучится Ну ничего страшного Здесь он Шикарный Да Армейский Корпус С Моторизованными Бригадами И легкими Танками Где нибудь В полях Там он Не даст Просраться Но тут Он ничего Сделать Не может В горах А вот World of Tanks Они катаются По горам Ну а то Пехотные Там Части Хоть что то Смогут Начудить В принципе Да Что мы сделаем Мы опять Попробуем Попробуем Атаку С моря И ударим Вот этим Двумя армейскими Корпусами С земли Посмотрим Что из этого Увидит Может что то Здравое Получится Образование Не случилось Образование Это Хорошо Перевозку Припасов Надо Учить Конечно Они в этот момент Там стянут Просто Все Что только Можно Туда А в тот момент Когда они туда Все что можно Стянут Мы ударим Еще и вот сюда Вот здесь У нас Равнина Сейчас мы туда Блин Сейчас мы сюда Подтянем Транспорт Транспорт Базируйте Такие Душевный Наш самый Жесткий Корпус С кучей Средних Танков И уже Механизированный Пехотой И соответственно У нас будет Тут атака Такая Такого Типа То есть Гватемалу Возьмем Возьмем Здесь два порта Снабжение По идее Попрет Вот так По идее То есть Здесь конечно Река Река То есть Тоже будет Штраф За пересечение Реки Но Это мы вполне Себе Можем Позволить Господи А что у нас С восьмой Флотом Так все Грустно Еще Англичашки Пытаются Высаживаться Под боком Мать Там будет Флот Поднастроить Потому что Что-то Враг Не дремлет Сейчас Выгоню Отсюда Так Флот Подойдет Вот Моя Жесткая Бригада Все Все Они разбиты Отлично Но Пора бы Флот Поднастроить Потому что Что это Уже Нехорошо Тут все Ну это Потом Вообще Надо авианосцев Построить Конечно Парочку Даже По-моему Авиагруппы Для них Есть Поэтому Вполне Можно По-собе Хьюджу И Тайху И еще Пару С авиагруппами О Филиппины Капитулировали Наконец Как Хорошо Вот Наш Лог Почти Дошел Военная Медицина Тоже Работает На полную Прокачалась Небоевые Потери Минус 35% Кстати Надо Здесь я все Исследовал Воздушно-десантные Войска Я пока Не трогал Окей Ну еще Одна жесткая Бригада Номер Номер Туда же Ее Пойдет На Гватемалу Главное Взять Порт Задача Задача Номер Один Соответственно Я придам Эти транспорты Сейчас Вот Нагума Вполне Сможет Прикрыть Хотя Там Конечно Один Авианосец Остался Нагуму Ничего Страшного Приходится Уже Новый Авианосец Строить Потому Что Текущий Флот Потихонечку Тает Что Уж Там При России У нас Ядерные Попроведные Ядерные Исследования Идут Полным ходом Комплексное Комплексное Взаимодействие Видите Ну Не все Так Просто Тут Гапитулировать Отказались Что-то Я не понял Они же Полностью Тут все Готово Ай Ну это Видимо Вот Из-за Этва Из-за Потери Всех Колоний Своих Выкаблучиваются Так Тихо Первый Флот Дошел В принципе Это Можно опять Вернуть Имперскому Генштабу Это Все Объединить Где Нагум То Блин Сейчас Морпехов Здесь Понаделаем Даже Какой-нибудь Штаб Какой-никакой Сделаем 17 Значит Оригинальный 17 Штаб Был Уничтожен Стоп Сельскохозяйством На максимум 17 Штаб Сейчас Командир Хороший У вас Надо Повысить Его Только Повышаешь Сразу Нельзя Ладно Эти Двое Без Штаба Максимум Просто Авианосцы Делают Спрашиваем На всякий На всякий Случай Еще Закажу Дивизию Морской Пехоты Штаб 7 Мало Лечо Липкой Обороны Здесь Будет Такой Танковый Удар Здесь Реально Дофига Сосредоточил Гойск В теории Они не должны Выдержать Посмотрите Одних Танков 12 Легких Танков Бригад 16 Бригад Тяжелых Танков 18 Пехотных 24 Механизированных Должен быть Разрыв Просто У них Конечно Не сильно Меньше Но Мои Лучше Я надеюсь 56 Год Порас Менять Главный Удар Вот Еще Давайте На Поглоток Истребителей Пилотов Назельных Команд Давайте В теории Должно Прокатить Организации У них У них Все Почти В порядке Единственное Штабной Корпус Не добрался До Способности Почему-то Не добрался Еще Третья Штабная Бригада Так Их Почему-то На корабль Нельзя Погрузить Лол Ладно Будем По одному Грузить Если Вот Эту Выгрузить Там Морпехи Еще Влезут Одни Нет Никогда Не Глазит Ладно Так Окей Прибазируемся Почти Все Готово К Нашей Операции О Это Нас Пытаются Здесь Атаковать Как Интересно Вовремя 41% Че 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 У нас Здесь Полу Разбитый А Это Не Наш Вообще Нет Никаких Шансов На На Атаку Атаку Пытаются Сковать Своеобразие Танцы Танцы Наши Устан Ставим Сразу Здесь Высад Пошла Атака Идем Сами Здесь В атаку Здесь Наши Танки Здесь По По Холмам По Равнине Как Покатились А Вот Здесь Что Атака Идет Не Очень 20% Что Это За Отстой А Ну Понятно Штабной Корпус Черт Или Надо Было Оставить Дома Убирайте Его В резерв Срочно Черт У вас Штабные Корпуса В Атаке Подтягивают Они Сюда Силы Здесь У нас Такое Танковое Сражение В Нашем Исполнении Нет Не Можем Его Взять Никак Вообще Никак Попробовать Сюда Высадиться Внезапно Пока Их Сила Немного Скованы Наземными Боями Посмотрите Там Тает Просто У них Войска Танки Танки Подвели Штатовские Небось Нет Штатовских Танков Где Там Бензин Небось Кончится Да Уничтожим Меск кораблей По пути Не Не Ребята Он Тут Ничего Не Светит Есть Победа Победа Сейчас Сориентируется Немножко Отлично Взят Порт Первый Сейчас Они его Починят И Здесь Все Будет Not Bad Not Bad Так Этих Ребят Уже Можно Принцип Придать Имперскому Генштабу Они Справились Со Своей Задачей Вполне Высток Прошла На Ура Сейчас Пойдет Наступление Соответственно По этим Направлениям Быстренько Чините Давайте Счастье Будто Мало Пытаются Куда-то Отступать Еще Они Все Приписаны У нас Куда Все Кончится Здесь Тоже Бои Еще Идут Но Конечно Ничего Не Выйдет Слишком Много И Этот Порт В горах Нам Не Взять Не Смотрим Бомбардировки В море Инфраструктура Полностью Разрушена Здесь Восстанавливаем Постепенно Так Первая Удача На этом Фронте Правда Вон там Штаты Уже Свои Танки Подтягивают 7-7 Танки Конечно У них Послабее Чем Мои Ничего Приятного Почему Считают Что это Вообще Перу Захвачено А Потому Что Я с территории Перу Отковал Конечно Ну Атака На ДТМАУ Пошла Внезапно Лучше Читаем Да Жопень Со снабжением Но Дальше Не выйти На оперативный Простор Вези Гребаные Джунгли Горы Танки Не развернуть Одну Атаку Мы провели А дальше Что Пока Инфраструктура Здесь Не восстановится Ничего Не будет А вот Черт Перу Блин Которая Эта Фигня Продвижит Ничего Нет Никак Оно Восстановить Не может Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Придурок Строй здесь Порт Быстрее Иначе мы тут И останемся Хорошая чудеса Дивизия морской пехоты Что-ли еще есть А, нет, это штабной корпус От морпехов К сожалению Да, морпехов Надо нафиг отсюда выводить Пусть танки Неселятся тут Сами удерживаются Усраный порт Мы проведем еще одну высыпку Интересно, чем закончится Та бойня в горах Которую мы тут затеяли Битва за Гватемалу Да тут вообще Штраф за форсирование реки За окапывание Все окопались Ну не так грустно-то мои ребята воюют У меня конечно вон там Сколько, три части воюют, восемь в резерве У них четыре воюют И двадцать четыре в резерве Вообще мне надо определить ТВД Нет, не появился новый театр военных действий Не появился Жаль Клубинские войска Наркобароны местные Этот кусок Мексики Можно было бы конечно оттяпать у них А толку от него Джунгли А почему нет И уже построить там свой порт Блин, да Все у тебя нету Не существует Да, стягивают войска Обрадовались Так Высоветов Корпус Можно провести эту операцию Ага Нет Не получится ее провести Если здесь мы высадимся Мы их окружим Соответственно Можно попытаться ударить с моря еще Ну так просто Может выйдет Поддержать наш пехотный О, прям сразу атака Сорок шесть, сорок четыре Семьдесят три С моря-то пошло Повесели И все С морпехами Если бы то мало Они не удержат То жопа им гарантированно Где авианосцы Блин Надо Авианосцы заняты А вот тут вполне себе Могут действовать Ядерный удар Not bad Давай Туда в нахуй Ах, господи Император Мы успешно сбросили ядерную бомбу На провинцию Гватемала Это привело к уничтожению Значительной части промышленности Регионной смерти Многих мирных жителей Каким радостным голосом Я это рассказываю Но я просто рад Я взял Гватемалу Причем не одну мы сбросили С авианосца До хера их Битва была 367 тысяч Против 275 тысяч Реально Мы тупо сбросили Ядерную бомбу Это мне понравилось Это нам понравилось Еще сюда Ядерный удар Что нам Дух Дух Хорош Давай Отступайте Капитулировало Гватемала Это мне нравится Срочно Еще авианосцев Нам Завезите Пытаются они отбить Гватемалу Но это без шансов Полностью вся промышленность Вся инфраструктура уничтожена Да ребятки Да я знаю куда мы сейчас поедем Есть там один порт Под названием Майами О господи Что там так всего много А ну это пехотный Сейчас я морпехов обратно погружу Тяжело найти Сейчас мы на Майами ядерную бомбу скинем И пусть все радуются и машут Не зря мы проводили ядерное исследование Ну что кто кого теперь бомбить будет Черт вы американцы Конечно флот нас что то покоцанный весь Ядерный удар Майами Национальное единство США быстро уменьшается Я же прям со всех самолетов сбрасываю Блин ну эмоцию потеряли Месколько кораблей потеряно Сейчас мы перебросим куда нибудь сюда Чтобы они припасы восстановили свои И соответственно пойдем на Майами Пытаются они как будто мало отбить Но ничего у них не выходит Плот уничтожается Так штабной корпус использовать не будем А вот ребятка давайте высадку сюда Майами будет взят Ребята еще один ядерный удар Нам нужен еще один Как хорошо и приятно Кто кого в каменный век забомбит Девяносто четыре процента Девяносто шесть Да там вообще ни черта не осталось Там все части Раздолбаны Вот Вот как надо высаживаться Оказывается С ядерными боеголовками Хотя не совсем боеголовки Конечно мы с самолетов их сбрасываем Но все равно приятно Майами взят Порты в говно Просто все Все уничтожено Инфраструктуры нету Как приятно Так Перебазируемся Сейчас мы быстренько транспортировочку Пытаются Пытаются они на нас напасть Но мы с Майами покатимся дальше Хрен они нам что сделают Отступайте давайте Отсюда Мне с припасами все нужно Сейчас порты установим В Майами Штаты вы че С ума сошли Нечего вам тут ловить У меня же есть волшебные бомбы Где там ваш Вашингтон Блин ребят Не могу себе отказать В таком удовольствии Даже флот отведу Конечно Это ставит под удар Всю нашу операцию Ядерный удар По Вашингтону Ааа Нету ядерного Больше Стратегическая бомбардировка Только Че за ладжа Бомбы кончились Ядерные Твою мать Ладно Надо отвезти его Быстрее Но в новый ядер Новый ядерный бомб Сюда ребята Срочно Нам нужны Ядерные бомбы Свежие Господи Что с войсками Вообще происходит Все плохо Здесь ребята Все нормально Еще и восстанавливаем Должны в теории Восстанавливать Майами Уничтожат После ядерной Бомбардировки Приятно Это победа Успокойтесь Вы Нечего Янки Ничего Вы там Не сделаете Все полимеры Давно Просраны Чего у них Так медленно Организация Набирается Ага У них припас Не хватает Все понятно Оставайтесь здесь Сейчас свежие части Подвезут Подвезут Да В принципе Тут можно перевести И вот это Чего мы тут высадились Сумасшедшие что ли Ладно Ладно В принципе Это можно передать Под управление Семнадцатый штабный корпус Под управление Имперского генштаба Высота Прошла успешно У нас же есть еще один флот Замечательный флот Шестнадцатый флот С такими же ядерными боеголовками Сейчас мы удар навесем По скоплению их войск Так я не понял Че за лаза Ага Замечательный наш флот У которого нет авиагрупп На Рюйджи Здорово Че еще сказать Еще и тут поражение Ладно Не страшно Мы сейчас расправимся Главное держать Майами Грузим Народец Сейчас Транспортировка В Майами Блин Жуки Восстанавливайте Там инфраструктура Быстрее Порты Это что-то После ядерной бомбардировки Долго Восстанавливается Все Прямо сюда Пару ядерных бомб Блин Мы сейчас Еще таким Браком Майами Потеряем Пытаются Нас Атаковать Да Пытаемся Мы расширить Зону Высадки Как-то Но пока Не очень Успешно Сейчас Ладно Флот Подойдет Все будет Хорошо Где он у нас Там Он уже Почти Дошел Так Авиагруппу Переход На авианосец О Они С ядерным Зарядом Переход На авианосец Тут же У нас Один Рюйджи Получается Да Один Рюйджи Давай тоже Сюда Быстрее Ядерный Заряд Здесь Нужно Что-то Они у нас С нашими Кстати Эти Не восстановили Они пока Свои Ага Вот Как раз Наши Майами Атакуют 71% Вы Что Херели Срочно Туда Давайте Фу Выиграли За Майами Битву Опять Ее Атакуют Да Сумасшедшие Быстрее Флот Твою Мать Доставляй Еще Пытается Имперский Генштаб Какие-то Высадки Нелепые Абсолютно Делать Вместо Просто Перебросить Майами Части Сейчас Мы Успокоим Ядерный Удар за бомбик блин стратегическая бомбардировка тут нету ядерных зарядов лучше но он зато и войска доставил у этих ребят должно быть давай сюда ядерный удар еще есть кончились че их так немного смесь у нас в море пытается сбросить сколько здесь частей дожопа и морпехи вон еще берут так ладно сейчас мы все это организуем нету за майами пьянки не выиграть хотя может и выиграют не не выиграют вообще до хрена войска они после ядерного удара все не очень себя здорово чувствуют я сейчас то еще свежие резервы путину морпехов сделаю вторую высоту что-то бомб больше нету ядерно это грустно но как на гватемалу то взяли а просто конфетка теперь базируемся вот Продолжение следует... Блин, никак мы не можем вырваться от этого Майами, но сейчас мы окружим эти части их, которые здесь сосредоточены... О, вот это уже нормальный удар был... А, хрен там... Орландо сейчас будет разбит... Здесь конечно войска... Упорно, упорно они пытаются взять в Майами... Мексика захватила столицу Сальвадора... Что за чушь... Что-то эти Перу вообще какие-то идиоты... Блин, бесполезные... Просто реально бесполезные и ослы... Они бы это все пролюбили... А, вот на мои танковые нападают части... Причем 99%... Сейчас мы... Моим придется отступить... Хрена, у них там 221 тысячи... Если бы я там ядерными ударами не пошалил, они наверное взяли бы в Майами... Что-то все не очень идет... Нужны еще ядерные удары... Блин, это ваша мать... Почему здесь их нет... Тихо... Свежих морпейхов... Зачем доставлял... Не в мясо же... Местное... Чтоб взять... В кольцо... Да, слушайте, тут порт никак не отстраивается после ядерного удара... Ну вот яаю... Хорошо, спасибо за просмотр... Профессор... Наталья... 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 Виый... Наталья... Как я вам-то понимаю... Виый пыли... Ох... А... Были... Ну вот я... Блин, а что там такое? А, вот здесь штабные каркуса ихние. Там 8 частей. Блин, боюсь, в Майами мы не удержим радиоактивные. Что-то там как-то всё жёстко завертелось. Давай, отступай в Японию. У меня срочно, я так понимаю, нужно ещё транспорт. Так. 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 Да, они тут всё пытаются нас убить. О, стоять, бояться, сюда. Хрена, где они высадились. Ладно, здесь квантунская армия, мне кажется, с ними расправится. Казлы, через небось британские колонии высаживались, как я, через Перу. Так, 26 флот работает. Что это вообще такое высаживательное? Пехотная дивизия. Что за срань-то господня с припасами у нас? Ладно, сколько там есть, 4 дивизии сойдёт. Никак мы тампу взять не можем. Так. 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 все время новые части они подтягивают, сейчас сосредоточат немножко войск, тут есть еще нормальные пехотные дивизии, переброшивают туда. Да, как я говорил, они сейчас выбьют, скинут обратно от моря этих идиотов. Соответственно, там сейчас возьмем, отсюда ударим, расширим чуть плацдарм. Уход на дивизия неплохой, вот, а шметки брать не буду я. Плоды подлодками пытаются остановить выставку. Заставим штаты отступить. Так, отлично, отлично. Вперед в бои, в бой, в бой, в бой, все свежие. Ну, это не особо свежий тоже пойдет. Короче, давайте вперед, 62 процента. Сейчас новую часть поподвезем. Немножко сумбурно у меня получается, но какие-то припасы там есть. Сейчас еще 4 пехотных дивизии перекинем. Есть, взяли. Тампов взяли. Соответственно, домой и сейчас новых морпехов, новую выставку. Атаковать они тут продолжать, конечно, не могут. Субтитры сделал DimaTorzok Если вот эти части отрезать, атакую. О, порт восстановился чутка. Все, начали чинить. Да, войско тает стремительно. Тут уже и перевозить некого. Одни генштабы. Ладно, давайте их перевезем. Морпехов немножко. Кому бы приписано это? Никому. Как так получилось? Опять они берут, пытаются взять Майами. Все не очень здорово. Давайте, давайте, ребятки. Блин, да пока как тут вообще плацдарм какой-то захватить? Какой адовый трындец тут творится. Нас сейчас тут еще и выбьют из тампа. Значит шикарно. Значит шикарно. Ядерного удара нет. Отбой. Надо танки сюда быстрее подвезти. Там может что-то может выйдет. Ну там просто бесконечно бомбардировка этого Майами. Порт они не дают мне отстроить. Тампы потеряны. Тампы потеряны. Всё плохо. Смотрите, у нас тут армия в Майами сидит. 80 пехотных дивизий. Ой, бригад. Ну отстроите порт вашу мать. Сядь, что-то у нас с технологиями там высят. Фу. Ё-моё. Дайте я компуть доверю. Пусть он занимается. Пока у меня нет времени просто на это. Сейчас мы эту перевозку сделаем и назначим войска ТВД. ТВД. Последняя такая наша попытка. Просто войска у нас все разбиты. Уже не пойми как. Стоп. ТВД. Ты высаживаться точно не будешь. А вот ты будешь. Чао, выставка идёт. Идёт. Надо пытаться расширить путь как-то плацдарм. Ладно. Войска ТВД делаем. Все разбитые какие-то части. Сейчас он сам переназначится. Тоже, соответственно, имперских штабов. Мы ждём новых авианосцев. Ну блин, ты ещё Майами потеряй. Но Майами не потеряет. Ну и Кейкорал мы взять не можем никак. Там средних танков просто миллиард. Морпехи ничего с ними сделать не могут. Миллиард транспортов готов. Сейчас, может быть, что-то удастся у нас всё-таки. Очень тяжело проходит высадка в Штатах. Просто невероятно. Они не хотят терпеть японцев на своей земле. Вообще не хотят. Наши танковые части, конечно, их танковые. Танки катают. Но... Слушайте, а может даже сейчас и раскатают. Средние танчики. Командующий Бонзай. Нормально. Ну, слушайте, под командованием Бонзая вы просто... Не смотрите, три наших дивизии танковых просто уничтожили. И шесть американских. Кейтан взят будет сейчас. И плацдарм, соответственно, расширится. Кейпкорал, точнее. Выиграли. Но дальше продвинуться не можем. Нас атакуют сами. Восемьдесят один процент. Восемьдесят один. Как они там вообще могут? Какая-то выиск глупая. Двух штабных корпусов просто так. Зачем? Санкт-Петербург? Да. Обратите внимание. Санкт-Петербург. Недалеко от Майами. Да. Завязли мы тут. Крепко завязано. Санкт-Петербург. 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 Неужели он реально сможет взять? Угу. Порт уже второго уровня. Если здесь порт до конца развить, то у нас все выйдет. Ну, правда, если мы потеряем Майами в ходе этой атаки, то ничего у нас не выйдет. Ну, имперский генштаб занимается какой-то парнотой вообще. Транспорт, конечно, гоняют туда-сюда. Куда-то они даже все войска перевезли. Какая группировка. Снабжение, снабжение. Ребята, снабжайте войска. Просто посмотрите. Морпехи разбиты. О, черт. Прекращена работа. Ну, ладно, ребят. Тогда я загружусь с отосейва. Но на этот раз все. Просто ошибку выдал мне. Hearth of Iron. Ну, ладно, мы продолжим. Видите, выставка в Майами прошла. Отбомбили мы его. Но пока все очень тяжело идет. Очень тяжело в Штатах высаживаться. Думаю, в следующей серии подготовим новый флот, новую высадку. И надеюсь, что Майами удастся удержать. Ну, а на сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.